Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это что же творится-то? Как ещё на свете есть люди, которые читают эту книгу и ещё говорят, что будто бы это и есть сама истина? Вы слышали такое? Ой, я сколько раз слышал! Когда я начал преподавать, я сразу начал выписывать журнал «Наука и религия». И тут я получил такие откровения, что Ди удавался! Так что, когда встречались со студентами, я им зачитывал, все умилялись от восторга, что там, оказывается, в самой Библии даже написано – Бога нет! Правда, перед этим слова забыли написать! Сказал безумец сердца своём не от Бога! Ну, чуть-чуть ошибочка маленькая! И всё в порядке! Да, друзья мои, оказывается, один из самых таких вопросов, на первый взгляд, самых, кажется, простых, самых непосредственных. А что это такое православная вера? Оказывается, попробуйте спросить друг друга. У запорожцев как было хорошо? Вот что, знаешь, горилку пьёшь, махорку куришь – всё, ты православный! Что ещё нужно больше? Больше ничего не надо! Звучит очень смешно, анекдотично, но на самом деле мы церковного называем только того человека, который в храм ходишь. Ходишь. Так, сколько раз в году? Ну, вот вы знаете, я, например, удивляюсь, что там в церкви происходит. Как ни... Я часто хожу. Как ни приду, всё Христос Воскресе поют! Что это такое круглый год? Видите, как часто ходит? Как ни придёт, всё Христос Воскресе поёт! Замечательно! Крещённый? Крещённый! Всё! А что ещё нужно? Вообще, действительно, как ни удивительно, но вопрос о том, что это такое православие, что такое православная вера, остаётся для очень многих вопросом, который ставит человека в состоянии буквально растерянности и даже неожиданности. символ веры, знаешь, даже наизусть знаю, и поёшь, поёшь, и пою даже! Для многих православная вера – это вот вся та видимая сторона церковной жизни, которая доступна любому человеку – верующему и неверующему. какие-то разодетые там, их называют священники, архиереи, разодетые, говорят, как пёстрые дятелы. Кто-то ходит там, машет, что-то такое, кажется, какие-то интересные ароматы. Там поют интересные вещи, особенно, когда поёт молодёжь. Ой, как хорошо! Как дадут! Штукатурка аж сыпется сверху! Прямо так, ну, как будто пришёл на рок-концерт, на дискотеку. Во! Вот это вот церковь! Это да, это интересно уже! Можно, пожалуй, сходить ради любопытства. Часто православную веру подменяют чем? Да. Отче наш действительно знаешь, молитву знаешь, в церковь ходишь, исповедуешься, причащаешься, и не обращают внимания на самое главное! Неужели не понимаем, что всю эту совокупность внешней церковной жизни исповедовали, совершали, тщательно сохраняли те, которые распяли Христа? Как же это такое? Тщательно соблюдали все церковные обычаи! Кажется, весь закон Моисеев – закон Божий! И точно дерево узнаётся по плодам! Вы думаете, это относится только к тем Ветхозаветам иудеям? Ну, что вы! Святитель Иоанн Зотоуст, один из величайших проповедников христианских, обращаясь к народу, говорил, христиане уже стали иудействующими! Они забыли о самом главном! Они знают, когда ходит в церковь, что делать, а оставили самое главное, что составляет существо православной веры! И продолжает! Православная вера – это вера Христова! А чему Христос научает? О чём Он говорит, обращаясь к человеку? К какому? Вот, нам! Блаженно чистым сердцем вот кто Бога узрит! Можно исполнять всё церковное, все предписания! И знаете, кем быть? Сатаной! Вы скажите, как такое? Очень просто! Я не такой, как вот там на улице прочие! Посмотрите на них, как они себя ведут, как они живут! Кто они такие? Слышите? Я кто такой? Первый признак, что в человеке уже нет – это йоты православия, когда он может смотреть на другого человека сверху вниз. Я слышал однажды ужасную фразу. Ну, это было сказано, конечно, вслух! А про себя это очень нередко можно. Ух, эти мирские! Слышите? Насколько я лучше! Ты лучше? Всё! Ты на своём православии поставил крест, пока не покаешься! Вся суть православной веры заключается вовсе не в знании, простом знании христианских истин. Любое знание, оно нужно для чего? Знание для чего нужно? Для практической жизни! Когда вы отправляетесь в дикий поход, так? Вы начинаете изучать маршрут, что там может встретиться, какие препятствия, где реки, где обрывы, где, может быть, такие непроходимые места, болота какие-нибудь, изучает человек? Как изучает? Сидя в кресле! Сидя в кресле! Да, изучить это можно! Знать это можно! Но это знание может оставиться пустым, пустышкой, мыльным пузырём, если это знание не будет приложен к жизни, Он или не пойдёт, но узнал, так и осталось, или пошёл, да не дошёл. В христианстве, да, для того, чтобы быть православным человеком, чтобы быть, но ещё не являться совсем, не смешивайте, пожалуйста, этих вещей! Чтобы быть, да, надо знать! Надо знать основные истины веры! Их не так много, кстати! То, что вы будете изучать, ой, столько будете изучать много, что голова может подчас закружиться, да ещё наизусть чего-нибудь там учить! Апостол Павел, сколько было путешествий? Три! Так! В первом путешествии что он посетил? Какие места города? Так! А во второй какие? А в третьей какое? Молодец! Выучил! Как попугай! А что стоит там? Какой же смысл-то? Главное, это суть в чём? Что он проповедовал? Какие истины? А тут из какого места в какое пошёл? Вот тут ошибся! Тебе минус! А вот тут города забыл! Ну, это уже бал! Чем заниматься можно? Место изучения действительно христианства. Подчас изучаем вот эту поверхность пустую. Итак, для христианства, для православия, да, нужно знать истины веры. Их не так много, повторяю. Что тот Бог, который открыт Христом, оказывается, да прежде всего, какой? Всю историю никто не сомневался и до Моисея, и до Враама, и после, и иудеи, и язычники, никто не сомневался. Знаете, кто такой Бог? Это справедливый судья! Он праведника наградит, он грешника накажет, он мститель! то есть, то вот, что мусульманство для мусульманства является основным догматом. Я помню, когда однажды мы с ними встречались в Тегеране, и они вот такую предложили – вот кто такой Бог! и мы им ответили – да, ой, как интересно! Если в семье так начнут относиться папа и мама к детям, а дети к папе и маме по справедливости, то скоро перебьют друг друга. Мы говорим, христианский Бог – это не Бог справедливости, а Бог любви! Исаак Сирин, например, святой писал, написал просто поразительные слова утверждать, что Бог справедлив, это всё равно, что в доме держать икону и идола. Святые пишут, Иоанн Затаус пишет, если бы Бог был справедлив, то мы и минуту бы, наверное, не смогли бы существовать, а были бы уничтожены гневом Божьим. Мы смотрим часто вот, вот тот, почему Бог не наказывает того, этого и прочих? Это очень часто встречается. Где же справедливость Божья? Забыли только об одном – все те, кто ищет божественной справедливости – о себе. Да не дай Бог, чтобы он был справедлив! Я не знаю, тогда что со мной будет. За одни мои мысли только, меня она уже будет, не знаю, подвергать каким наказанием. Мысли только, мысли, чувства, желания. Ну-ка, Господи, поступи со мной справедливо! На других смотрим, почему их Бог не покарал, а меня? Ну, это ж я! Ну, кто не согрешает? Нет, христианство открыло потрясающую истину, неведомую до Христа. Бог – не справедливость, а любовь. Но любовь какая? Не любовь – чувств, эмоций. Ты убил кого-нибудь? Ну, голубчик мой, давай я тебя поглажу, да? Истинная любовь ищет чего? Пользы человека, а не просто ищет, как бы тебя погладить по головке. Пользы! Итак, первое, что надо действительно знать для православного человека – это надо знать, что Бог... Бог – кто Он? Кто Он? Справедливость или любовь, ищущая пользы человека? Сразу вопрос! И чрезвычайно важный! Ещё раз повторяю, хочу вам сказать, как часто приходится соприкасаться, где же Бог? Какая же это справедливость? Смотрите, что делается! Смотришь на Него, улыбаешься. На что вы улыбаетесь? Я говорю, да вы знаете, вы говорите это, да, но представьте себе, если бы открылось то, что в душе-то нашей творится, что никто не видит, сверху я паенькая, хорошенькая и хорошенькая, а в душе что творится? Я говорю, никогда не обращали внимания? А что? А что? А что? Я говорю, знаете, что я сейчас начнём перечислять? Кое-что можно назвать, конечно, но лучше не стоит. Зачем? Я говорю, ещё раз говорю, избави Бог! Это ужас был бы, если Бог был бы справедливым, а не любовью, а не любовью. Я согрешаю, что творится в моих мыслях, чувствах, желаниях, что в моих словах, что в моих отношениях к людям, сколько лукавства, лицемерия, притворства, человекоугодия. И Бог вместо того, чтобы покарать меня сразу, негодяй, ты что делаешь? Терпит! Это действительно потрясающая любовь! Потому и апостол Павел пишет, он праведник, за кого пострадал? За неправедных! Иоанн Заталус говорит, где же тут справедливость? Это где, когда вы видели? Чтобы сам, сам, и так, это вот первое положение, которое, как видите, уже насколько важно. И, если хотите, могу вот это понимание Бога отнести к нашей жизни непосредственной. Это очень много значит. А в чём? В каком отношении? Вот посмотрите! Чего-то я так какую-то пакость делал. Я всё... Я знаю, Бог на меня обиделся. Ну, и я на него обиделся. Вот, и всё. Как всегда и бывает. С кем-то рассорился? Ну, пусть я ему даже неправильно поступил, но он на меня обиделся. Ну, и я на него. Что значит Бог-любовь? Надо помнить, Бог неизменяем. И что бы я ни сделал, какие бы страшнейшие преступления я ни сделал, Бог остаётся по отношению ко мне той же непоколебимой, ни на одну йоту, любовью и только любовью. Как родители относятся к ребёнку? Как? Здорово он любит? Ну, конечно! Больной – ещё больше! Тяжело заболел? Ещё больше! Смертельно заболел? Всё отдают! Лишь бы только излечить его! Вот кто такой Бог христианский, оказывается! Любовь и остаётся в любом случае! Это нельзя забывать! Почему? А потому, что когда мы делаем что-то дурное, мы перестаём и к Богу обращаться. Почему? А потому, что Он же на меня обиделся! Вот почему, оказывается! Он же обиделся на меня! И что, Проко, обращаться? Нет! Нет! Это надо запомнить! Всегда, что бы я ни сделал, у меня остаётся полная возможность обратиться к Нему, потому что Он есть любовь! Слышите, интересно, как? Нет! Это не Зевс, который против меня грома и молнии теперь мечет за то, что я это сделал, а остаётся любовью! Как это важно в нашей практической жизни, в нашей духовной жизни? Это же очень важно! Что Бог на меня не обиделся, что Он стоит, только ждёт! Помните, как, если кто читал книгу Откровения Иоанна Богослова, там есть замечательные слова? Вот я стою у дверей и стучу. Не откроет ли мне кто дверь? И кто откроет? К тому я вхожу и с Ним совершаю пир. Слышите, в каком положении находится Бог к нам? Стучит в наше сердце, стучит в наш разум, стучит! Вы слышите, что происходит? Стучит только голосом совести и голосом разума стучит! Не проснётся ли кто? Не опомнится ли? Человек! Не опомнишься ли? И что? И обратишься к Богу – Господи, прости меня! И что происходит? Помните притчу о том, как пастух потерял одну из ста овец? Эти все – вот они! Потерял наконец, с трудом нашёл! И что? Он радуется об этой одной больше, чем о 99 незаблудших! Вот! Это очень важно в нашей вот непосредственной, практической, ежеминутной почти жизни помнить! Нет предела любви Божией! Бог неизменяем! Это ещё один из очень важных пунктов учения христианского Бога! Он неизменяем! Он не может быть меньшей любовью никогда! Потому что Он такой! Всегда можем к Нему обратиться! Всегда сказать, Господи, прости! Всегда, Господи, помилуй! И каждый, кто будет так делать, он увидит, как действительно Бог рядом находится! Может быть, кто-то читал дневник Иоанна Кронштадтского предсмертный и обращал внимание, как Иоанн Кронштадтский праведный человек, кажется, святой! И что пишет? Опять я разгнивался на эту кухарку! Опять она пересолила там или не досолила, я уж не помню! Гнев охватил и вспомнил я и обратился к Богу моему! Прости меня! Тут же, слышите, не на исповедь я пойду, через какой, а тут же! И что дальше пишет? И вновь я ощутил пространство в душе моей освобождение от греха! Вновь помиловал меня Господь! Вот, оказывается, вот Он стоит всегда здесь! Вот кто такой Бог христианский! Вы подумайте! Стоит только обратиться искренне от всей души! Он готов и ждёт! Он неизменен в чём? В своей любви по отношению к нам! Это вот первый, если хотите, основополагающий догмат православной веры. Знаете, удивительное дело, с чем приходится прикасаться? Христиане, которые веруют во Христа, о котором сказал сам Отец, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб. Так, но имел жизнь вечную, и эти христиане смотрят на крест, носят на шее, целуют его, и нет, Бог справедлив! У соседа дом сгорел. Так ему и надо! Такое-то... А у меня, слава тебе, Господи, домик стоит. Что значит? Я праведник! Слышите, что стоит за этим учением, что Бог справедлив? У меня всё благополучно? Значит, а у него несчастье! Значит, так ей стерви и надо! Да? Помните, когда Христос сказал «Ой, как трудно богатому войти в Царство Божие! Ученики иудеи! А кто ж тогда спасётся?» Вы только подумайте об этом вопросе! Вы слышите, как иудаизм уже тогда о чём учил? Если ты богат, если ты здоров, значит, ты праведный! А если ты беден, если ты несчастен, ты, значит, согрешил что-то! Слышите, как это импонирует, как соответствует мне, пока у меня всё хорошо! Правда, я знаю, почему плохо! Это мне подставили, это меня наговорили, это меня вот тот заразил, это меня кову поставило! Одним словом, я-то хорош, но вокруг меня, ой, какие люди! Боже мой, не приведи Бог, как земля только их терпит! И меня тоже с ними вместе, такого праведника! Я так много говорю об этом, потому что сплошь и рядом Бог наказал! Бог наказал! А что говорит христианство? Кто же наказал? Ещё один очень важный пункт, правда, он касается не догматического, может быть, учения, скажут нравственно, но это тут же необходимо сказать, что такое грех! Как мы сказали, Бог не изменяем! Следовательно, его невозможно оскорбить! Его нельзя оскорбить! Как? Что ж такое грех-то, да? Грех? Что такое грех? Хочешь знать? Вот тебе говорят, не ходи там босиком, там битое стекло, торчат эти стекляшки, не ходи! Поранишь все ноги, очень здорово может покалечиться! Что такое грех? Пойдёшь и узнаешь. Заповеди Божии Это, оказывается, Бог говорит не лукавь! Не лукавь! Не лукавь! Если будешь так делать, ты попадёшь на эти стекляшки, ты попадёшь на гвозди, торчащие кверху острые. заповеди Божии это предупреждение человек! Не делай этого! Не делай! Иначе ты глубоко ранишь себя и пострадаешь! Грех-то, оказывается, что такое? Не Бога я обижаю, а себя калечу! Как важно это знать! А то, ну, ничего, Бог простит! Кто не согрешает? Да, ну, конечно, иди по гвоздикам! Гвоздь тебе проткнул твою ножку и торчит уже сверху твоей стопы. Врач простит! Ну, верно, пойдёшь к врачу, верно, начнёт лечить! Ну, да чё, приятно-то, правда? Ходить по гвоздям! Грех – вот то, что оно есть! Нарушение вот этих законов нашей духовной жизни и телесной жизни, и духовной, и грех – это деяние, которым ты сам себя наказываешь! И нечего валить на Богу! Ах, Бог! – Да! Какой он несправедливый! За что меня наказал? Он хуже меня живёт! Грех – это рана, которую ты сам себе делаешь! И эти раны могут быть очень различны. А заповеди Божии – это что такое? Это предупреждение Бога! Вы знаете, как важно иногда получить разумный совет – не делай вот так, ты здорово пострадаешь! Представляешь? Ты здорово пострадаешь! Не делай так! Послушался я и убедился. Ой, слава Богу! Ой, спасибо этому человеку! Если бы я только сделал так, что было бы тогда со мной? Слышите? Так вот, и Бог дал нам заповеди, то есть, что такое? Нормы правильной человеческой жизни. Человек! Я же ради жалости, ради любви к тебе не поступай так! Ты себя накажешь! Не ходи! Там гвозди торчат! Не лукавь, не лицемерь, не лги, не завидуй, не вздумай ненавидеть кого-нибудь! Это такие гвозди, по которым, если пойдёшь, ты потом, бедный, пострадаешь очень много! Вот что такое грех-то оказывается! Не Бога, а себя я раню! Бога невозможно ранить! Себя! И не Бог меня наказывает за то, что после того, как я на гвоздь наступил, у меня всё там заражение такое, что ой-ой-ой! Это Бог меня наказал, да? Да нет, голубчик! Ты же знаешь, нельзя это делать! Наступил на гвоздь? Ну, страдай теперь! Но не врач тебя наказал за то, что сказал тебе, что нельзя так делать, а ты сделал! Нет! Ты! Как это важно понимать! А то всё на Бога валим! Бог наказал! Да, я хожу по гвоздям, и Бог меня наказал, у меня началось там Бог знает что с моей ногой! Вот видите, как христианство говорит? Такого вы не найдёте то же самое в дохристианских религиях. К сожалению, и после многие христианцы по-язычески мыслят, не находят этой простой вещи, что грехом мы не Бога оскорбляем, и не Богу приносим что-то, себя наказываем. Хочешь себя не наказывать? Хочешь быть счастливым? Хочешь доброй жизни? Не ходи по гвоздям! Не лукавь, не притворяйся, не лицемерь, не воруй, не обманывай! И так далее. То есть, не ходи по гвоздям! Не Бог тебя накажет! Может быть, спокоен, Бог тебя не накажет! Лги, лги! Бог тебя не накажет! Ты сам себя наказываешь! Вот так! Вы видите, как интересно связано под сучением, с православным пониманием о Боге, как связана непосредственно наша жизнь. Самое, прям вот, самая настоящая жизнь, реальная, которая совершается у нас, ну, на каждом шагу. Ещё один, ещё одна великая истина в христианстве, которой так же никто никогда не знал! Удивительная истина! Бог один, та один, да, один, но вдруг нам открывается нечто, что, конечно, нам трудно понять, поскольку это выходит за границы нашего земного опыта. Он один в своём существе, но трёх ипостасин, три лица. Бог этого и не открывал до Христа. Достаточно верить, что Бог один – это уже очень хорошо. Вы отвергаете идол поклонства, отвергаете многобожие. Правильно делаете! Один, один Бог! Но нужно было явиться Спасителю, явиться не человеку-спасителю, не герою какому-нибудь или мудрецу, а пришлось явиться самому Богу, и Бог открывает нам новую истину, совершенно неведомую человечеству. Истина трёх ипостасности Бога! Отец, Сын, Дух Святой, Сын, Логос, Который воплощается. Что значит воплощается? Ничего нет общего с теми воплощениями, которыми была наполнена языческая мифология. Не Бог превращается в человека! Нет! Вопреки всем этим языческим учениям! Нет-нет! Не превращается в человека! И когда мы говорим «Богоуплощение», то что мы говорим? О том, что происходит, Бог, Сын Божий, воспринимает, соединяется с нашей человеческой природой, чтобы исцелить её! Чтобы исцелить её! От чего? Я сейчас боюсь уже вдаваться в богословский тонкость, просто у нас нет и времени, и отдельно это надо лекции читать. Хочу только назвать три, о чём великолепно сказал преподаватель Максим Исповедник. В результате грехопадения человек стал смертным первое и главное. Стал тленным – он может и болеть, и стареть – страстным, то есть подверженным страданиям. Первый человек не знал страдания. Здесь малейшие только распроклятые комары, и человек уже не знает, что делать. Вот насколько мы стали подвержены страстные, страдательные. Вот каким стал человек по своей природе. И вот эти вот три явились основой того, что человек стал согрешать. Он сразу стал и согрешать, стал сразу и греховным. Ещё бы! Надо покушать, чтобы напитать тело. Ну, это понятно, греха нет. Но можно напитать по-разному. Можно напитать и ладно, а можно так напитать, потом «Несите меня, я и встать не могу!» Можно поесть, что необходимо, а можно искать, только вам скажу, больше никому не скажу, соловьиных язычков. Представляете? А-а-а! Кто читал Каму Гридеши, то, наверное, сразу вспомнит уже, как Петроний, он же приглашал даже самого императора на десерт вдруг подавали на золотых тарелочках, маленьких тарелочках по две ниточки. Это были поджаренные соловьиные язычки. Ну, все же ясно, все были уж сыты-пересыты. Чем можно ещё поразить? Этот Петроний аристократ вот что придумал! Все сражены! О! По два соловьиных язычка! Слышите, до каких извращений может доходить человек! И так во всём, во всех странах жизни вот эта вот наша тленность, эта наша страстность, она сразу же как наклонная плоскость оказала для человека и полетела! Все грехи начались! Всё! Кверх тормашками, как говорят, всё пошло! Так вот, Господь Иисус Христос, точнее, Бог Слова, Сын Божий соединяется с нашей человеческой природой, чтобы исцелить её своими страданиями, исцелить её! Об этом и пишет апостол, когда говорит, что Бог, вождя спасения нашего, через страдания сделал совершенным. А вожде каком? Сказано? От той человеческой природе, которой воспринял Бог Слова и через свои страдания, страданиями, обратите внимание, исцелил её! И, как пишет тот же преподобный Максим Исповедник, что только через страдания вновь, вновь человеческая природа стала бессмертна, нетленна, бесстрастна во Христе! И потому апостол называет Христа новым Адамом! От Адама мы рождаемся всеестественным путём, как и все живые твари. Здесь мы вступаем в сферу совершенно другого порядка. Здесь человек может родиться только сознательно, только при условии, если он увидит, поймёт, оценит, что, оказывается, вот она где истина – Христос, а не что-то такое другое. Если он здесь примет ту жизнь, о которой говорит Христос, оказывается, можно от него родиться через искреннее убеждение в том, что он истинна, и через принятие, принятие и затем крещение, Евхаристии, причечение, через вхождение, вхождение в церковь. Вот, оказывается, как можно родиться, ибо рождаемся мы духовно, а не телесно. Но это духовное жизнь, духовное рождение определяет в конечном счёте и всё наше состояние, всю нашу природу, касающееся и нашего тела. Итак, вторая истина православной веры в чём заключается? Вот в этом потрясающем, уникальном, то есть единственном в истории явлении Бог соединяется с человеческой природой, исцеляет её, как пишут святые отцы, один за другим. Знаете, любопытно как? В самом себе, в самом себе, то есть, что значит в самом себе? Богу исцелять не надо, а ту природу, которую Он воспринял для исцеления, Он её исцелил и показал воскрес, воскресил её, указав нам, указав нам, вот, что ожидает каждого, кто пойдёт этим путём. Вот эта вот истина является, если хотите, центральной. Почему называется христианство от Христа? Христос – центр нашей веры. И его этот подвиг добровольный, добровольный подвиг, вспомните, как молился он в Гевсиманском саду. его пот был, как капли крови. Ещё бы! Знать, что сейчас будет, попасть в руки этим дьяволом озлобленным! Вы помните, когда Пилат спросил, какое зло он сотворил? Вы помните ответ? Нет! Что, отвечать стали? Отвечать нечего? Вместо ответа распни его! Дьяволы настоящие! Он это видел, это знал и добровольно пошёл на такое! Это, я вам скажу, это действительно что-то потрясающее! Кто смотрел фильм Гибсона Страсти Христова смотрел, те немножечко поймут, что такое страдание Христа! А то мы так привыкли к страданию Христа! Действительно какое-то нечустие! Стоит только посмотреть, увидеть, какая-то жуть буквально! Да одно дело только попасться в руки этих дьяволов, сатанистов, которые измывались и издевались, прежде чем распять его! Вот это вторая центральная, как я сказал, истина. Истина, составляющая суть христианства. Самую суть! Без Христа нет христианства! Поэтому сразу вам скажу, вся атеистическая критика, которая особенно началась во Франции во второй половине XVIII столетия и которая достигла своего апогея, что ли, в так называемой Великой Французской революции кровавой, ужасной, безжалостной, ну, как затем повторение этой революции было в 1917 году в России. Те же дьяволы, те же дьяволы творили и эту революцию, измываясь над людьми, не просто уничтожая, а тяжко подвергаясь тяжелейшим страданиям людей вплоть до того, что связывали с трупом и хоронили. Вообще, почитаешь, что делали над теми, кого сейчас называют новомучениками, просто сердце действительно кровью обливается. Какой же сатанизм! Вот что такое, кстати, сатанизм! Многие не понимают, я знаю, это многие, что, сатанизм, я сатанист и прочие, не понимают, что это такое. Какой-то ужас, какие пытки, какие страдания! Итак, когда мы говорим о православии, вторая истина. Эта истина может быть выражена одним словом – Христос. Я сказал, что поэтому вся атеистическая борьба, которая началась во Франции, она сразу же началась против кого? Против Христа! И знаете, до чего додумались? Скажу вам, о Христе сохранилось очень много исторических свидетельств помимо Евангелия. Очень много! Совершенно светские историки случайно, не специально, случайно пишут труды этих историков, пожалуйста, в Академии наук, пожалуйста, в нашей библиотеке. Это знаменитые историки Тацат, это Святоний, это Плиний младший. Я говорю только о римских историках. Они там пишут прямо чёрным по белому, сообщают. Причём, некоторые их сообщения прямо перекликаются, совпадают с тем, что мы можем прочитать в Деяниях Апостолов или даже в самом Евангелии. Вот как! Я к чему говорю это? И вот эти озлобленные против Христа сатанисты начали говорить Христос – это миф, никакого Христа не было! Можете себе представить? И это потрясающее невежество, просто я говорю, с научной точки зрения, какой-то маразм в науке пошёл, как, знаете, как грязная волна, пошёл по всем странам Европы, и у нас в Советском Союзе с революцией 1917 года эта теория была единственно научной! Пока, наконец, вы знаете, уже где-то в 50-е годы, слышите уже, стыдно стало до того, что, значит, говорит, ну, может быть, это и не совсем так! Начали вспоминать о татцетах и плене их младших и так далее, стали всё-таки что-то такое пересматривать. Вот до какого маразма можно дойти в этой озлобленности против Христа! Ибо, скажу вам так, есть и Христа, нет, христианства – нет! Всё! Вот если Будды нет, это не важно, потому что Будды может стать кто угодно! Даже если Мухаммедова, допустим, доказали, что не было, а сказали, что это другой какой-то, ну, пожалуйста! Это не столь важно! Почему? Потому что они только проповедовали истину! У нас же Христос – это не просто проповедник истины! Нет! Самое главное, когда мы говорим «Христос» – это Спаситель! Он совершил дело, которое никто не мог! Ни человек, ни ангел, ни пророк, ни учитель, ни аскет мог совершить только Бога человек Христос! Повторяю ещё, Бога человек! Потому что человек не мог этого сделать! Вот поэтому, если только… Понимали эти дьяволы? Если только удастся убедить людей, что, оказывается, Христа не было, всё! Ура! Христианства нет! Вы не подумайте, что это было в конце XVIII века или у нас, когда потом началось всё! Сейчас есть другие способы полной, полной, я бы сказал, дискредитации Христа и борьбы с Ним! придумывают фальшивые истории, сочиняют всякие безобразные фильмы, лишь бы только опорочить! Я помню, прилетаю в Иерусалим и мне дают там книжечку, брошюрку, брошюрку на русском языке, которая, оказывается, опубликована специально для всех тех, особенно евреев, потому что много евреев туда же перешли, всех тех, чтобы их отвратить от Христа! И вы знаете, такие отвратительные вещи... Я одну страницу прочитал, уже я говорю, это гадость какая-то! Прямо сатана, дьявольская злоба изливается всё на Христа, на Богоматерь, на всё христианство! Боже мой, откуда ж такая ненависть? Зачем? Для чего? Если Христа нет, христианства нет! Вот главный принцип, по которому идёт вся эта волна разложения человечества! Действительно, Христос и Антихрист – два полюса! Если Христос призывает к чистоте, к совести, если Христос говорит о первичности для человека, духовных ценностей, то всё то, что концентрируется в понятие Антихриста означает ничто иное, как исключительно вот эти материальные блага, комфорт, свобода страстей, безраздельная свобода страстей, и вы сейчас можете убеждаться, посмотрите, откуда, с какой стати, почему вдруг в столь многих наших средствах массовой информации, особенно, если мы возьмём интернет, возьмём, если наше телевидение, радио, газеты, журналы, рекламу, сколько там пакостного, Боже мой! Сколько отвратительного, сколько безобразного, сколько разлагающего душу! И более всего, знаете, что удивляет? Люди смотрят, многие возмущаются, но никто не думает над самым простым вопросом, А может ли порядочный человек, просто порядочный, я не говорю о христианстве, нет-нет, просто нравственно здоровый человек может ли создавать такие фильмы, создавать такие картины и картинки, писать такие вещи? Просто нравственно здоровый человек Нет! Это невозможно себе представить, как создать такой фильм! Такие вещи публиковать, искать, выискивать – не может! Да, не может! И как же тогда это происходит? Откуда же это? Никак не могут понять – это действительно смотрим и не видим! Что не видим? Только сатанизм культовый, слышите, не в переносном смысле, а культовый! Вот, о которых вы же слышите, как там чёрные мессы и так далее! Только люди, поклонники действительно сатаны, сознательные, только они, приобретя власть всех, могут создавать такие вещи и кормить всех людей! Кормить! Ешьте эту гадость! И кормят! То, что можно увидеть у нас – это только началось в перестройке! До перестройки этого не было! На Западе – это уже давным-давно! И только вот сейчас с перестройкой оттуда хлынула эта волна к нам! Всё! Границы нет идеологической! И этот сатанизм спокойно расходится всюду! Почему приходится об этом говорить? Потому что только христианство ставит заслон этой грязи! Христианство, Христос – вот ненавистная фигура, которая ещё не давала и пока ещё не даёт восторжествовать этому сатанизму во всём мире! Вот эти вот моменты сейчас нам особенно важно знать! Почему сейчас особенно? Наверное, все понимаете! Понимаете, конечно, что происходит с миром человеческим! Все мы видим! И надо понимать, откуда это идёт! Это не просто так! Это никакие не случайности! Таких случайностей не бывает! Идёт сознательная борьба! Идёт борьба с Церковью как таковой! С православием в первую очередь! Почему православием в первую очередь? Хочу вам сказать! Учтите! Западное христианство – католическое, протестантское – уже фактически потеряли Христа давным-давно! Фёдор Михайлович Достоевский уже в своё время писал, да они уже совсем в Бога не верят, только ещё боятся признаться в этом! «Это же кладбище уже!» – он продолжает! Кладбище драгоценное! Там сколько это было, действительно! Но это только кладбище! Действительно! Если вы будете... Когда вы будете учиться, и я надеюсь, что всё-таки вам расскажут о том, что произошло с западным христианством, какое искажение произошло там всего – и вероучение, и вопросов нравственной и духовной жизни! Сейчас с этим Папой Франческо, как его называют, альянцы, дело пошло гораздо активнее! Ещё Бенедикт перед ним, который был такой немец, ортодокс, католик, настоящий католик! А этого тут нет! Тут мы видим другое! Это иезуит уже вот так вот! Умывает ножки перед телекамерами на весь мир! Подумайте только! На весь мир! То умывает ноги беженцам, то отмечает день рождения с какими-то там... с кем-то такой, с опять нищими, да, то идёт к малолетним преступникам – всё это перед телекамерами всего мира! Вы помните Евангелие? Гневные слова Христа! Горе вам, лицемеры, фарисеи! Вы гробы окрашенные! Вы слышите? Внутри которых мерзость! Гробы окрашены! Всё на показ! Всё на показ! Посмотрите, какой я святой! Христос говорит – пусть твоя левая рука не знает, что делает правая! Святые, говорит, та добродетель, которая становится известной всем, она уже перестаёт быть добродетелю! А здесь специально все средства массовой информации по всему миру! Папа умывает ноги и целует! До чего же я хорош! Слышите, до чего хорош? О! Вот, может быть, он ещё, может быть, ждёт, что его живьём, может, канонизируют? Вообще, Папа всех канонизирует, но после смерти! А вот живьём ещё пока не было! Может быть! На то он и иезуит! Чтобы всех переплюнуть предыдущих! Кстати, это явление необычное! А вы знаете, кто такой иезуит? Не знаю, сейчас я вам расскажу, вы все узнаете! Встречается иезуит и доминиканец, кажется! Ну, другой орден там, другого ордена! Здесь и так и тот, и другой монахи! Иезуит весёленький, доминиканец грустный, чуть не плачет! Иезуит спрашивает доминиканца, – Ну, что ты такой, что у тебя? – Да, что? Я духовнику пошёл и говорю, – Можно во время молитвы покурить? – Я говорю, – Ты что?! Какой злой дух только тебе подсказал такие вещи! Не сметь, мой сын, совершать такого преступления! Иезуит слушает, похихикивает и говорит, – Ты дурак же ты! Что? А ты как? А я иначе сказал! – Отче, когда я курю, можно ли мне молиться? – Да, сын мой, молись! Чтобы избавиться от этой бесовской привычки! Правда, что не? Хорошо! Кстати, это рассказывают они сами! Вы не подумайте, что это кто-то со стороны... Нет, нет, это сами рассказывают вот такие вещи, чтобы показать! Мы не фунтезиума! Вот так! Так что я просто хочу сказать вам, что, к сожалению, уже христианство вот в том нормальном состоянии, которое мы ещё называем православием, там уже нет! Там уже фактически нет исповеди! Всё уже! А знаете как? Очень легко! Во время совершения мессы читаются же там покаянные, поются же псалми! Ну, псалмы! Поются же эти стишки покаянные! Вот и всё! Что ещё нужно? Исповедь исчезла! А пост? Если вы хотите причаститься, то вам достаточно одного часа поста перед причастием! Слышите? Ну, как? Хорошо! Ещё бы! Ещё бы! Я говорю! Я сижу, меня толкают там! Профессор, да, вот сейчас идём на место, да! Я говорю, что вы на место идёте? Причаться, что ли, будете? Да, конечно! Я говорю, да сжечь вас надо! Нет, нет, Папа разрешил! Один час поста! Пока мы полчаса идём до собора, до храма, полчаса пройдёт месса, и всё в порядке! И можно причаться! Само предчастие во что превратили! Во-первых, что это такое пост? Ну, я понимаю, для коровы, которая является жвачным животным, для неё просто невозможно часа потерпеть! Ей надо жевать всё время! Но человека превратить в такую скотину, что назвать постом час не поесть! А сидим-то в ресторане же, вы понимаете? Едим, пьём – всё! В ресторане час не поесть – это пост! Какое уродство, какая насмешка над человеком! И сказать – это пост! Это во всём, друзья мои! Во всём это! Там полностью уже христианство уже... Да ведь оно фактически нет! Есть люди, конечно! Вы, кстати, не смешивайтесь! Одно дело, когда приходится говорить об учении, другое дело совсем, когда мы говорим о людях! Люди там такие же, как и наши! Такие же! Мы ещё подчас переплюнем тамошних! Такие же! А вот вера-то какая! Какое убеждение это! Если у нас хоть немножко ещё в нашем учении сохраняется мысль о том, о необходимости понуждения себя, борьбы с собой, там уже этого нет! Там всё это вычеркнуто даже совсем! Если православие... Православие говорит о том, что блаженны нищие духом, скажете, это Евангелие – это всем! Да? Всем? Вы даже представить себе не можете! Основное понимание, которое вкладывается на Западе в эту фразу – блаженны нищие! Нищие, а не нищие духом! Есть тексты, в которых действительно... Вы знаете, рукописи очень много найдено, и фрагментов много. И есть те, в которых просто стоит блаженны нищие! Всё – ура! Но, правда, какое ура? Ура очень оригинальное! Что вот те нищие – блаженны! Ну и блаженствуйте! Я-то не хочу быть нищим, конечно! Самое большее, но, может быть, подам чего-нибудь им! Православие говорит – блаженны нищие духом! Что это значит? Нет, наверное, более важного, более серьёзного, более необходимого в нашей духовной жизни, чем увидеть себя! Увидеть, что я, оказывается, сев за стол, не могу не объесться! Выйдя на улицу, не сверкать глазами во все стороны, не находясь здесь, уши не растопыривать, все во все то же самое! Не могу что-то что-то делать, не осудить – опять не могу! Не мечтать – что вы говорите даже – не могу! А что ж ты можешь, голубчик? А в церкви постоять, помечтать – ой, какой ты святой! Зашёл в церковь и оказался уже в Австралии или на Соломоновых островах! Это ты в церкви, да? И тебе несовестно? Ты разве в церкви? Что можем? Что мы можем? Молитва? Отче наш! Иже! И дальше где? В каких джунглях? Ни одной молитвы прочитать не можем! Где же мы с Богом? Когда же? Вот, говорит, о чём православие! Занимайся не мечтами о том, что ты православный христианин, а посмотри, что действительно ты доброго можешь сделать! Подал грош кому-нибудь, что ты, и уже... Господи, я подал копейку – давай мне лимон! Уже нос к потолку прилип! Какой я добродетельный! Ни одного доброго дела не можем сделать, чтобы без тщеславия, без лицемерия, без расчёта! Всюду! Вот чем наполнены православие, говорит человек, Увидь себя таким, какой ты есть! А не создавай себе иллюзий, что ты будто бы... Ты, оказывается, ничего не можешь! Ни одной заповеди ты исполнить не можешь! Ни одной! Все! Или делом нарушаешь, или словом, или мыслью – всё нарушаешь! Всё! И с какой стороны тебя не тронь только, у тебя фонтаны полетят! Вот самое важное, что человеку-то и требуется увидеть себя, какой я есть на самом деле! И когда вот так он посмотрит на себя, то скажет – действительно, я нищий настоящий! Ничего нет у меня! Даже, кажется, то добро, которое, как кажется, я делаю – и оно отравлено всё! Отравлено! В первую очередь, самомнением, тщеславием! Потому что не говорю о прочих вещах! Даже, даже, то кажется добро! Утренние правила! Что, помолился? Ну-ну-ну-ну! Ты молился или что? Нет, я прочитал! Правильно! Молодец! Хоть здесь не врёшь! Вычитал! Попугая научили говорить – и он читает! И говорит – та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! А молиться кто? А молиться кто? Кто угодно, только не я! И это называется христианин! Молиться не умеем даже! Вместо того, чтобы молиться, вычитываем! Так вот! Вот о чём, на что обращает внимание православие-то! Человек – посмотри-ка на себя! Посмотри-ка в себя! И тот человек, который, если он действительно искренне верующий, если действительно он хочет быть христианином, если он действительно принял решение жить по-христиански, – а было бы интересно посмотреть, да, если бы честно так провести вопрос, ну, чтобы честно каждый ответил! Принял ли ты решение жить твёрдое, твёрдое решение, жить только по-христиански? Принял ли я вообще-то думал когда-нибудь о принятии такого решения? Думаю, что... Не знаю! Много бы людей, многие бы из христиан православных ответили бы – да! Да! Но, если я говорю честно, на самом деле я боюсь решения это принять! Почему? Ну, тогда мне будет не совсем уютно жить! Так вот, человек верующий, который принимает такое решение, а это очень важно, ну, хотя бы ладно уж, ну, не совсем решение, ну, по крайней мере, намерение такое принять, он тут же убедится, тут же убедится, насколько он способен, то есть не способен, оказывается, быть христианином по жизни! Языком, формой, да, а мой внутренний мир наполнен всякой пакостью, и я в нём живу, как Аскариде! Вот чем наполнен мой мир! Недаром Макарий Великий, которого называли земным богом за его необыкновенную любовь к согрешающим, молился утреннюю молитву! Я надеюсь, все вы её... Ну, вспомните сейчас, когда я буду её читать! Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред тобою! Этот земной бог молится о чём? Боже, очисти, во-первых, мя грешного, во-вторых, яко никогда же... Николи же – это никогда же... Никогда же сотворих благое пред тобою! Слышите? Великий – их не так много в истории церкви, как он молился! Когда к Сесою Великому пришёл один монах и сказал, что я имею непрестанную память Божию, то есть непрестанную молитву! И сейчас иногда от некоторых лже-духовников можно услышать это о себе, от лже-духовников. То есть Сесой Великий ответил этому монаху – это невелико! Слышите? Непрестанную молитву имеет! Это невелико! Велико, когда ты увидишь себя хуже, ниже всякой твари! Пимен Великий своим собратьям говорил, поверьте, братья, я буду ввержен туда, куда ввержен сатана! Это кто говорил? Когда Сесой Великий умирал, и к нему собрались его собратья, его лицо просветилось, как солнце, на него смотреть было невозможно! Так повествует о нём! Много святых умирало – ничего! О нём именно вот так говорят! Лицо вдруг засверкало его! И он молился! Братья спрашивают – Сесой, о чём ты молишься? Я молюсь, чтобы Господь дал мне, может быть, ещё немного времени на покаяние! Сесой! Тебе ли? Сесой ответил – Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему! Вы слышите, что такое нищета духовная? Он видел повреждённость нашей природы! Видел, что пока благодать Божией помогает, человек, кажется, не делает того другого! Стоит отступить! И мы тут же можем провалиться! Православие, говорит, блаженны нищие духом! Запад этого уже никто не знает! Когда во Франции недавно провели опрос... Опрос, знаете, замечательный был! Их вопрос должны были ответить только на один вопрос! Как вы думаете, куда вы попадёте после смерти? Стопроцентный ответ – в рай! Вот так! Здорово! Здорово! Я надеюсь, что после встречи я буду отвечать на ваши вопросы! Я всегда считаю крайне необходимым ответить... ну, попытаться, конечно, ответить на то, что, может быть, волнует, беспокоит, кто-то вас спрашивал... Так что, пожалуйста, вопросы какие у вас есть? Вы сегодня говорили о лжедуховниках. А как понять, лжедуховник он нормальный или лжедуховник? Ой, спасибо! Действительно, вы вопрос очень насущный задали, потому что, действительно, это сейчас, увы, это одна из очень тяжёлых и насущных проблем нашей современной жизни. Есть несколько, я бы сказал так, признаков, по которым всё-таки мы можем как-то судить. Иоанн Лесвич, преподобный, пишет, что прежде чем вдаться кому-то, то есть полностью довериться, прежде нежели вдаться кому-то, узнай этого человека, испытай этого человека... Даже он приводит такие слова, которые... так сказать, говорит, искуси, чтобы тебе не попасть вместо пристани на острые камни и не потерпеть полного кораблекрушения. преподобный Пётр Дамаскин говорил, как много потерпел я вреда от неопытных наставников! Вы слышите, какие предупреждения! Первое, что необходимо, ни в коем случае, как бы ни говорили о ком бы то ни было, не приходить к этому человеку, как уже к старцу! Вы знаете, простые люди, простите меня, но мало понимающие, они сразу живьём канонизируют человека! И уже идут кому-то, о ком сказала бабка Мария, уже идут как кому? Тот, кто уже говорит от Бога! Прежде испытай, узнай, то есть познакомься! Наша пословица о чём говорит? Путь соли надо съесть, прежде чем узнать человека! А очень часто мы видим настоящее безумие! Какое безумие? Вот такой-то отец! Так он же прозорливый! И всё идут, уже падают ниц! Причём доходит до таких вещей, что, знаете, просто диву даёшься! Вот недавно случай абсолютно достоверный! Слышите? Достоверный абсолютно случай! Я уж не буду называть имя этого духовника! К нему приходит молодая пара! Только что они поженились, обвенчались! Так смотрит на них! А я на вас венца не вижу! Как, батюшка, мы же венчались! Всё! Нет, не вижу! Вам надо перевенчиваться! Те расстроенные, чуть не в слезах, уходят! Уходят! Кто сказал-то? Прозорливый старец! Слышите? В переводе на настоящий язык – артист или сумасшедший! Но он артист! Он не сумасшедший! Вы слышите, что происходит? Уже идут по разорливцу и святому! Вы говорите, как узнать? Чтобы узнать, надо познакомиться! Не потому, что кто-то сказал, что-то сказал, как угадал! Об этом же, об этом самом-самом мне рассказывал священник, как он приехал своей матушкой... Чего-то... больные всё! Она входит к нему, он её сразу встречает! Так, Татьяна! – Батюшка, простите, я Мария! – Ну, неважно! Так, давно пьёшь? – Батюшка, я вообще никогда не пью! – Ну, неважно! – Вы слышите? А если бы вдруг, оказалось, точно попал? Ох! Никогда не видя, точно узнал, как меня звать! Вы слышите, по каким признакам судят о человеке? Кажется, читают жития святых, знают, что эта прозорливость часто бывает бесовская или чисто случайная – ничего не помогает! Первое, что необходимо – и это надо запомнить! Это же слова святых великих! Познакомиться хорошенько, если вы действительно испытываете нужду духовному руководителю, и вам говорят – отсюда, отсюда, вот, вот, вот он святой! Познакомьтесь сами и не доверяйте пустым подчас слухам! Это первое и необходимое! Во-вторых, что значит познакомиться? Что значит познакомиться? Вопросы у нас у всех найдутся в жизни, в нашей! Посмотрите! От кого он отвечает? От кого? От святых отцов? Или от себя? Вы спрашиваете, как правильно молиться? Вам начнёт, может быть, не от святых отцов, а от себя! Молись! Молись! Вот и будешь, и научишься молиться! Всё! Всё! Спасибо! Всё понятно уже! Молись и научишься молиться! Всё ясно! То есть, человек, оказывается, ничего не знает! То есть, ничего не знает! У святых отцов столько важнейших положений, которые необходимо знать каждому православному христианину, а вам тут ответ будет! Молись! А вы надо ещё спросить! Батюшка, простите! А кому молиться лучше? А смотря что у вас! Какая беда! Если у вас квартира, то спиридону Тремефонскому! Да? Спасибо, батюшка! Всё ясно! Да? А если у вас кто-то пьёт? Только перед неупиваемой чашей! Не перепутайте! Перед Казанской иконой молитва не поможет! Вы поняли мою иронию, и, на самом деле, серьёзнейшие вещи! Вот, по крайней мере, это самые первые необходимые шаги! Но хочу сделать одно замечание, имеющее огромное принципиальное значение! Если мы обратимся к святым отцам хотя бы нашей русской церкви, хотя бы последнего времени, хотя бы XIX века, я говорю прежде всего об Игнатии Вринчанинове, о Феофане Затворнике, об оптинских старцах, когда касаются они вопроса духовников, первое, что они утверждают – это ужасную вещь! Помню, когда это впервые читаешь, даже не можешь как-то... Богу одухновенных наставников нет – восклицательный знак! Что это значит? То есть, кого нет? Нет! Слышите? Бога одухновенных! То есть, тех, которые достигли бесстрастия! Вы слышите? То есть, препобедили страсти! И они поэтому, как чистый сосуд, могут получать действительно истинное понимание от Бога! Таких достигших бесстрастия нет! Нет! Нет тех, которые пришли, и он вам тут же всё по полочкам расскажет, как будто он видит от Бога! Их уже нет! Поверим в этом или нет? Я думаю, что неужели они хуже нас знали или хуже тех, которых, простите меня, лжедуховников, которые говорят – есть! Иначе церковь не может! Он только одного не скажет – что я один из них! Нет Бога вдохновенных! Какой вывод отсюда? Нужно искать человека какого? Разумного, знающего святых отцов! Разумного и знающего святых отцов! И – чрезвычайно важно! – ни в коем случае не командира! Как увидите, вы пришли раз на исповедь, второй раз, в крайнем случае третий – уже всё! Ты уже, моя ученица или мой ученик, изволь слушать! Тут же командование! Или ещё один признак – вы приходите на исповедь, у вас начинают копаться! Копаться в душе! Причём о таких вещах, о которых подчас вы никогда не слыхивали, не видывали и не представляли! Вот мне монахиня зашла здесь, кстати, затащили к одному духовнику. Она потом мне говорила – слава Богу, что я не молодая девушка была уже! Я бы вышла после такой исповеди у духовного, слышите, старца, совершенно развращённой! О таких мерзостях спрашивал он, которых я даже не слыхивала, и о которых стыдно даже подумать, как он смеет вообще даже как язык поворачивается! Вот вам один из ярчайших признаков, ярчайших признаков, что его душа чем полна! Всё это под флагом очищения души! Бесовское совершенноделание! Вот ещё один признак вам лжедуховника! Видите, сколько признаков! Но первое надо помнить! Пожалуйста, давайте поверим этим святым нашим отцам! Бога духовновенных наставников нет! Поэтому надо искать разумного, скромного, не думающего о себе, ни в коем случае не командующего! А вот какого человека, священнослужителя, который понимает и ведёт себя на равных, а не сверху вниз! Командует как прапорщик! Это очень важно! И если действительно вы интересуетесь этими вопросами, то скажу вам, для нашего времени, пожалуй, может быть, особенно для тех, которые хотят немножечко поглубже понять духовную жизнь, нет лучшего наставника, чем Игнатий Брянчанинов, его сочинения! Его надо неспешно, понемножку, понемножку! Это же не литература художественная, которую можно читать от корки до корки! Нет! Понемногу читать! Или вот Игумена Никон Воробьёва, или Иоанна Валаамского письма! Два-три письмеца просто прочитать – и вы увидите, как исполнены, какого назидания исполнены! Те же святые, я говорю, Игнатий, Феофан, прочие, они прямо говорят, что в наше время единственным достоверным наставником могут служить писания, писания отеческие! Но дай Бог найти человека, который даже не руководителя, а со-спутника, который действительно интересуется вопросами духовной жизни, разумного, знающего, который, может быть, что-то мог бы и подсказать, но как? Смиренно! Как такой же человек, только я... Ну, чуть-чуть больше я прочитал! Могу сказать что-то, вот Святой Отец говорит, но ни в коем случае не возвышающийся над другими! Эти вещи надо знать! Потому что, вы знаете, беда нашего народа! Что ищет народ? Прозорливцев и чудотворцев, но не руководителя в Царство Божие! Слышите? Прозорливцев! Он прозорливый! Всё! Не понимают, что сами бесы прозорливые! Чудотворцы! Опять не знают простой вещи! Святых Отцов абсолютно не знают! Я вам приведу пример. Вот преподобный Кассиан Римлянин говорит, Чудеса бывают, могут быть с трёх сторон! О двух из них мы хорошо знаем! Или от Бога, или от дьявола! Но даже уже это должно нас всегда настораживать и сразу не бросаться, как щуку на блесну, даже если чудеса! Но не надо забывать о третьем! О третьем! А третье чрезвычайно важно! И он пишет... Вы слышите, я говорю не от себя! Я вам передаю мысли святых отцов! Учтите! Он пишет преподобный Иоанн Кассиан Римлянин! Третье! Чудеса часто совершаются по вере приходящего человека! Не потому, что он к кому пришёл святой, а по вере! Кстати, Игнатий Вринчину приводит, по-моему, в Отече, кажется, или в письмах, я не помню, да, случай, когда один бандит, начальник шайки, однажды пришёл в женский монастырь, один всё пришёл разведать, разведчик. Но пришёл как он? Это мантию одел, ну, и сесть с бородой, всё! В общем, знающий, как нужно говорить благочестивые слова, это всё очень и трудно! Его встретили, как пришёл пустынник старец! Тут же, по обычаю пустынному, омыли ноги ему! Ноги омыли! Ну, ещё бы! И затем в этом монастыре была слепая одна монахиня. Я не помню, что-то её окропили, кажется, этой водой, водой с его ног, да, и она тут же прозрела! Слышите? Бандит! Таких случаев немало! Вера приходящего совершает чудеса! А помните, в Евангелии Господь сказал, если бы вы имели веру, хотя бы зерно горчичное, это очень маленькое, оказывается, зернышко совсем, то вы бы сказали бы горе этой – двинь, сдвинься с места, сядь туда, в море! И было бы так! Да! Мы не знаем духовных законов! А один из законов! Вот, оказывается, какой! А мы что делаем? А! Чудо совершилось! Значит, Он святой! Какие умные мы до невозможности! А этот ум в кавычках у нас только потому, что мы совершенно не знаем, что говорят и пишут святые отцы! А кроме того ещё, кроме того по этому вопросу, святые отцы говорили, что признаком святости являются совсем не чудеса! И не по чудесам как раз оценивается эта святость! Хотя бы уже потому, что я сказал, может быть, и от бесов, а может быть, и от вероприходящих! Но не только! Ещё есть одна причина, почему не по чудесам оценивается! Потому что есть люди, которые подчас рождаются, рождаются просто такими они непосредственными, какими детьми, и так и остаются взрослыми детьми, чистыми! Но! Вы хотите получить совет? Да! Подойдите к пятилетнему ребёнку и попросите совета! Он вам скажет! Да! Вот так и бывает, оказывается, об этом, кстати, пишет тот Макарий Великий, которого я вам приводил! «Встречаются души», – говорит он, – «которые не знают, что такое борьба со страстями, и они могут дать такие советы, которые для вас будут убийственны!» И приводит пример, как один монах в пустыне жили, много времени было расцвета монашества, какой-то помос его или что-то такое его мучило. Да! Помос! И он пошёл к прославленному, прославленному чудесами и прозорливостью старца. Тот дал ему совет! И дал, знаете, какой совет? Ты этот помос впусти в себя! Прямо впусти! Весь! Прямо в нём! Так? А потом возьми и выгни! Значит, монах молодой, не знает, а это же святой старец прозорливый, так и сделал! И взвыл! Взвыл! Бросился к непосредственно, к какому-то такой святой образ жизни ведёт, но который не был славен так, пришёл к нему, что мне делать? Тот ему ответил – голубчик! Мы – не его меры! Он сказал тебе по своей мере! Он свят действительно, но он совсем не искусен и не знает, как бороться страстями! Поэтому ты, если хочешь избавиться, сделай так, как мы читаем у пророка Давида – «Блажен и же имет и разбиет младенцы твоя, о камень!» В этом случае не вступай ни в какие переговоры, как со смертельным врагом! Ни в коем случае! Монах послушался и, слава Богу, исцелился! Сейчас погоня какая-то дикая, истошная погоня за прозорливцами и чудотворцами! Чудеса нам нужны и прозорливости! Там, где вы увидите огромные очереди стоящими за исцелениями, прозорливостями, я часто говорю – возьмите диктофончик, ну, это, конечно, практически это не удастся, но если бы взять диктофончик и прям подойти к первому, десятому, двадцатому, сотому, с чем вы стоите, вы бы могли опросить сотни людей и потом с полным недоумением отойти и сказать – «Боже мой, ни один не сказал, помоги мне, помолись, чтобы не избавиться от зависти или от гнева, или от осуждения». А с чем же стоят? В чем стоят? У кого ножка болит, у кого ручка болит! То есть, я это условно говорю – исключительно земные проблемы! И потом, послушайте, да, только об этом и говорят! Я вот был такой-то, и теперь я здоров! У меня было то-то, и теперь я здоров! То есть, то, чем занимались язычники всю историю! Посмотрите, в Греции были такие места, оракулы, куда приходили люди с своими проблемами и куда, как они верили, получали откровения от богов через этих жрецов. Что делать? И теперь, как язычники, ищем не спасение, не исцеление от страстей! Нет-нет-нет, нам не от чего исцеляться! Мы ищем исцеление от печёнки, от селезёнки! Вот, оказывается, с чем идём! А тот же Игнатий Вринчанинов приводит мысль отцов и говорит – смотри, чтобы не оскорбить тебе Бога ничтожностью своих прошений! Понятно? Бог видит и так, что с нами происходит! Если у нас встречаются земные вещи, проблемы – понятно! Но как тогда надо молиться? Как тогда? Господи, да будет Твоя воля, а не моя! Ты видишь, что бы я хотел! Но я прекрасно понимаю, что причина всех наших страданий, скорбей, несчастий в чём состоит? Господи, помилуй! В том, что я веду нехристианский образ жизни, что я называюсь христианином, на самом деле и капли не имею этого христианства! Ходжу по гвоздям и говорю – Господи, да что ж это такое мне? Помоги мне не страдать от гвоздей, а я по ним буду благополучно продолжать ходить! Вы извините, что я вам так долго отвечаю, но эта тема настолько больная! Я очень рад, что вы спросили! Больная – народ буквально сходит с ума! Прозорливости, прозорливые и чудотворцы – вот кто нам нужен! Но не тот, кто укажет мне средство борьбы с моим тщеславием, с моим осуждением и прочими вещами! Вот оно христианство-то и обнаруживается! Найти бы человека, который объяснил, что такое православная жизнь, что это такое духовные законы жизни, как бороться с страстями, а не с печёнками и селезёнками! Это не значит, что Бог не заботится как будто! Хлеб наш насущный дашь нам днесь! Он сам научил! Пожалуйста, но как? Как? Гефсиманское борение, помните? До кровавого пота! А что говорил? Впрочем, не моя, но твоя воля да будет! Это перед смертельными, жуткими страданиями сказать такое! Не моя, но твоя воля да будет! Вот пример нам! Поэтому нужно быть очень осторожными, разумными в отношениях наших с духовниками! Духовник вовсе не тот, кому я подхожу на исповедь, да! Он может быть духовником, а может и не быть совсем! Но не узнав броду, нельзя уже лезть в воду! Вот закон правила святых отцов! Вот так! Пожалуйста! – Подскажите, что святые отцы говорят о духовных отцах и святых родственниках? Скажем, если духовным отцом является родитель отец? – Так! Ну, специально они ничего об этом не говорят! Специально! А они говорят не о том, родственник или неродственник, а говорят о том, что этот человек действительно разумный или неразумный! Вы знаете, сколько прям безумный! Я не знаю, вы встречали или нет? Прям безумный совсем! Бог знает, что! Ну, у него длинные борода, у него аскетический вид, ну и, конечно, и одет! Я однажды выступал, знаете, в Кремлёвском дворце съездов, там шесть тысяч человек, как раз на тему ученик и учитель! И там рассказал случай, в котором все были в восторге неописуемом! Да! О, старцы! Я говорю, однажды стою я среди лавры, вдруг подбегает женщина, ну, представляете, конечно, где тут называет старец такой-то? Я говорю, вы знаете, а, может, это я? Она на меня посмотрела такими глазами, и ответ – у вас бороды нет! Все грохнули вот точно так же, представляете? Вы смотрите, уровень какой сознания-то! Бороды нет! Ах, Господи, Боже мой! Я говорю, ну, я приклею, ладно! Вот так, неважно, родственник или неродственник, важно, чтобы этот человек был разумный, знающий святых отцов и не мнящий о себе! Вот это один из критериев! Там, где гордость, там не может быть Духа Божьего! Пожалуйста! В общем, вопрос, начиная с Ветхого Завета... Ой, погромче! ...и заканчивая новым... Заканчивая новый! Новый никогда не закончится! Нет, я имею в виду... То есть, и переходя, правда, в новый... Вам, мне кажется, уже что-то еретическое там это будет! Вопрос по поводу гнева. Ведь почти во многих обращениях, там, где Бог обращался к кому-либо из прородов, вот, там, прогневался Господь на... То же самое, что когда Иисус пришёл к раму, прогнал, да, то есть, практически, в Италии, то есть, вот по поводу... Хорошо! Хорошо, да! Значит, вы поняли вопрос, что мы находим в Библии, то есть, Ветхий и Новый Завет, находим выражение, где часто находим – Бог гневается, Бог наказывает, Бог мстит и так далее. Как же понимать это? Вот, когда вы будете проходить патрологию, я не знаю, дадут вам или нет, замечательные есть слова у Антония Великого, у Кассиана Римлина, у Григория Богослова. Они говорят так – богохульно даже представить себе, чтобы Бог имел гнев или что-то такое подобное! Все эти слова, которые мы находим в Священном Писании, являются ничем иным, как пишет святитель Иоанн Затауст... Вы слышите, я вам перечисляю сразу сколько? Как пишет Иоанн Затауст, например, мне особенно нравятся эти его слова... Запомните! Ради простого, грубого народа! Ну, объясняйте вы Богу, что никакого гнева у Бога нет, а вы сами себя наказываете! Сами себя? Я себя наказывать не буду! Слава Богу! Бог не наказывает! Вы слышите! Вот я вам только что объяснял сейчас, что Бог не может перестать быть тем, кто Он есть! Но иногда... Но это только уж вам я говорю! Иногда некоторым молодым мамашам, которые, придя в храм, за ручку перед всеми водят свою малышку, который водит мамашу, мамашу его, Я говорю, гнев Божий будет на тебе и на твоём ребёнке, потому что ты совершаешь бесовскую работу! Задача бесов какая в храме? Отвлечь людей от молитвы! И ты сейчас своего малышку заставляешь это делать! Учти! Гнев Божий будет на тебе и на твоём ребёнке! Приходится, потому что другого она не поймёт! Хлоп-хлоп глазами! Она такой же, чуть-чуть постарше своего малышки! Ничего большего не понимает! Когда скажешь гнев Божий, может быть, это ещё тронет! А так попробуйте ей сказать! Смотри, да, ты себя накажешь! Себя я накажу! Какая глупость! Разве я себя буду наказывать? Ну, что вы? Профессор с ума сошёл! А вот это – да! Есть грозные слова у пророка Иеремии! Проклят всяк, кто совершает дело Господне небрежно! Пришли в храм, а тут начинается из храма устраивать детскую площадку! Слышите? Слышите? Это что такое? Закричал ребёнок? Забалывался? Выйди! Выйди! Не вздумай мешать кому-нибудь! Проклят, какие слова всяк, кто дело Господне совершает с небрежностью, с небрежением! Вот как! Так что иногда приходится применительно к людям! Вот Иоанн Сатаустов пишет, что все эти слова, вот эти гнев, месть, наказание, как оценивает? Запомните! Ради простого грубого народа! Сказал, накажет – всё понятно! Всё это всё понятно! Всем понятно! Хлопают глазами – вот это понятно! Накажет – это страшно! А если накажет – ура! Ничего не страшно! Будем танцевать в храме с малышкой вместе! Вот так! Вот так! А на самом деле Бог не изменяем! И, действительно, все эти… Подумайте, что вначале! Адам спрятался! И Бог ищет – Адам, где ты? Да где же, Господу Богу знать, где Адам? Да? Ну, что вы! Это так называемые антропоморфизмы! То есть, человекообразные выражения, способы, чтобы как-то, ну, хоть как-то довести до людей вот такого наивного, примитивного сознания, Хоть как-то довести что-то такое! Адам, где ты? У Бога правая рука и левая рука – раз, не знаете это? Да! У него, оказывается, и руки есть, и ноги есть! Ух, как интересно! Да, ну, зато людям понятно! Вот в чём дело! Так! Приходится приспосабливаться к немощи человеческого сознания! Ради простого, грубого народа! Так! Ещё что? Пожалуйста! Мне этот вопрос задали наступительный экзамен, и я на него не смог ответить! А-а-а! И тебя приняли! Ну, ответ хотел бы всё равно узнать! Вот, когда сновья Завидеева просили у Христа сесть в него по правую левую руку от него, он сказал, что это решает не он, а тот, кто послал его. Получается, Христос был ограничен в своих правах или как это применять? Ну, не так уж! Вы слышали всем? Значит, вопрос в том, как понять, что Христос на вопрос или на просьбу... Помните матери, чтобы один её сынок стал по правую сторону в Царстве Божьем, а другой – по левую? Вот вся мамаша тут! Все! Мои же сынки же самые лучшие! Разве это не ясно? Христос ответил – не мне это, не от меня это! Это отца моего! В этом вопрос – как же это понять? Ну, вообще, то, что вам задали этот вопрос, это, конечно, вопрос для человека, не получившего никакого богословского образования, ну, немножко сложноват! Поэтому и приняли – всё ясно мне! Да! Потому что дело в том, что, как только мы сказали «Христос», мы сказали «Богочеловек!» И как человек, знаете, он и есть хотел, и пить хотел, и спать хотел! Помните, даже во время буря спал! Тут чуть ли их лодку не захлестнуло, а он как спал! Да! Всё! Он был во всём подобен нам, кроме согрешений! Как человек, он был действительно ограничен! Как ограничен! И как человек, он действительно не мог! Ну, как и всем нам людям, не всё было открыто, ясно, и что ли, мог он всё знать, и ничего удивительного здесь нет! Так и здесь! Тем более, это касалось, в данном случае, такого вопроса, по которому он, только уж снисходя к простому, грубому пониманию мамаши, ответил – это не моё, это Отец Небесный! Ну, объясните вы ей, попробуйте! Этой мамаши, которая хочет, чтобы один сынок справа, другой слева, а все эти Петры и прочие там куда угодно! Ну, как ей ответить? Ну, скажите! Вот это замечательный ответ! Мне это не дано! Ну, а как от Отца Небесного и всё? И отстань только от меня, пожалуйста! Это очень часто приходится, вы знаете, иногда отвечать на вопросы, когда видишь, что человек не поймёт! Не поймёт! Тогда нужно что-нибудь такое найти! Иногда просто приходится отвечать – ой, простите, я не знаю! Я отвечаю – ой, я не знаю! И всё! Потому что видишь, что бесполезно дать объяснение – это будет непонятно для человека! Вот так! Так вот и здесь то же самое! По существу этот ответ был и по существу очень замечательный ответ! Потому что судьба – нет предопределения! Первое! Второе! Не Бог определяет нам место, а Бог не может коснуться человеческой свободы, свободы Его воли, ни на одну йоту! Если бы Он мог руководить нашей свободой, тогда бы мы сказали – Он виноват, что Ева съела яблоко до преображения! Вот! Надо было поставить Архангела Михаила там у дерева! Вот! Он виноват, значит, Бог, что змей прополз в рай и искушал Еву! Он виноват во всех наших несчастьях! Нет! Бог не может ни на одну йоту коснуться нашей свободы! Не свободы действий! А нашей свободы, свободы выбора, добра или зла! И поэтому здесь Он и сказал – как уготованно Отцом Моим Небесным! Вот, видите, вам, конечно, было немножко рановато задали вопрос! Так! Хотел бы задать вопрос насчёт гордыни, потому что на протяжении всём пути, так сказать, обычно возвышаешь себя сильно, то есть как нужно это избегать? Гордыни? Ну, вот приходится вот, ну что, опять сейчас лекцию читать, вы скажете – ну, это невозможно человеку задавать вопрос! Он сразу поехал! Да! Но всё-таки некоторые вещи, ну, воспользуюсь, вы учтите – человек создан со всей совокупностью добрых свойств, которые являются отражением божественных свойств! Вся совокупность свойств в человеке – это отражение божественных свойств! Вся совокупность! В повреждении, в грехопадении произошло повреждение всех этих свойств! И в частности, в частности, вот это вот свойство осознания себя, что я творение Божие, а не Бог! А вспомните, что змей сказал Еве – будете как боги! Ну, что думаете, змей на каком языке разговаривал? Знаете, на каком? Это на змеином, конечно! Вот что это было искушение! Мы же люди! Всё нам покорено! Весь мир покорён человеку! Человек – царь Вселенной! Вы слышите? И мысль пришла! Действительно, я – Бог! Вот в чём суть греха-то была – гордыня! Пришла от чего? Человек забыл, что он творение Божие! Что Бог есть! То есть, он оставил самое главное – смирение! Смирение! Поэтому, если мы хотим избавиться от гордыни – это всем необходимо! Естественно! Кстати, это страсть, которая менее всего заметна! То стоит себе вспоминать вот тот монолог, который сегодня вам на первом уроке Осипов там говорил. Я помню, он говорит – я не могу! Не могу ни того, ни другого, ни третьего, ни четвёртого! Даже когда, кажется, совершает что-то, что-то доброе – и тут отравляют тут же, как в бочку мёда – ложку дёгтя! Даже в добрых делах! То есть, ничего, оказывается, не могу! Ну, голубчик, так, чем теперь я могу гордиться, когда, оказывается, ничего не могу! Ну, можешь не осуждать! Всё! Не осуждаю! Вдруг телефон! Что?! Он! Негодяй! Ох! Я же сказал – не буду осуждать никого! Ничего, оказывается, не могу! Вот таким образом, когда человек примет решение жить по-христиански, то он очень-очень быстро убедится, что, оказывается, он ничего не может! Но если Господь дал заповеди, следовательно, они могут быть доступными человеку! Каким образом? Обращаться к Богу! И вот путём познания себя, смиряясь по мере смирения, Господь даёт возможность человеку и освобождение от страстей, в частности, от гордости! По мере смирения! Пожалуйста, запомните эту истину! Мерою смирения даёт Бог благодать! Смирение что значит? Познание своей нищеты духовной! Вот где корень всего! А пока я не фунт изюма, ну, знаете ли, извините, мы не лыком вшиты! Вот так! Вот так! Гордыня – это глупость, вообще-то, я вам скажу! И чем человек умнее, тем он всё-таки по смирению себя ведёт! И чем меньше ума, чем глупее, тем он тщеславнее и гордее! Так! Господь часто являлся еврейскому народу и вёл их по истинному пути! А другие народы, они как бы шли неверным путям! Может быть, это не совсем так? Может быть, он являлся и другие народы, а просто народ это не знает? Понял! Хорошо! У пророков неоднократно встречается, что Господь всем народам даёт свои пути! Но одному народу Он дал сверхъестественные при этом откровения, то есть особые откровения! Другие народы жили по тому закону совести, об этом пишет апостол Павел, который дан каждому человеку! И вот теперь дело такого рода! Человек, у которого здоровые ножки, ему костыли нужны? Нет? Нет, конечно! Зачем? Кому даются костыли? Понятно! Если обратите внимание к тем словам, которые вы прочтёте у пророков, то вы будете потрясены! Кто-то один, какой-то исследователь... Ну, не исследователь, просто человек, который занимался, то он говорит, что пророческие книги – это самые антисемитские! Потому что так там поносят они свой народ, и жестоковыйный, и гордый, и алчный, и так далее, что это, говорят, просто ужасно! Просто ужасно! Потом другое... Посмотрите, как покоряли так землю обитованную, так называемые! Каким образом? Какие жестокости? Какие кровопролития? Какое уничтожение там? Это же ужасно! Когда почитаешь эти книги, многие обращались – да что же это такое? Какой же ответ? Ответ такой – Бог всех одинаково любит! Слышите? Как солнце на всех одинаково смотрит, светит всем! Дождит на праведные и неправедные на всех одинаково, но все по-разному воспринимают Бога! Однажды мне нужно было в деревне сделать печь – печку! Найти печника нужно было. У меня есть много знакомых из интеллигентских кругов, вплоть до академиков. Но вы знаете, кого я избрал для этого дела? В деревне жил пьяница, но он был мастер-печник. Я избрал его! Я единственное только смотрел, чтобы, не дай Бог, чтобы он не запил и ещё не сделал в печке! Вот это было для меня самое важное! Я его оберегал, как я не знаю, кого! Я тебе всё поставлю и пол-литра, и литры, только, пожалуйста, печку сделай! Что такое избрание? Откуда же такая глупая вещь, что избрание – это, значит, уже означает лучшесть! Лучшесть в чём? В данном случае он был лучше всех моих академиков, этот печник-пьяница! Они ничего б не сделали! А он сделал! Хорошую печь сделал! Избрание всегда совершается для какой-то цели, а не вообще избранник! По причине какой? Той, которая отвечает цели! И в данном случае еврейский народ был, видимо, избран по тем способностям, которые у него были лучше, чем у других народов! Какой цели? Цель! Он действительно сохранил откровение Божие о творении человека, о обетовании Спасителя! Вы слышите? О творении мира! Вы больше нигде не найдёте такого! Он сохранил! Это другой же вопрос, что потом этот избранник как отнёсся к тому откровению, которое он сохранил! Главное откровение – это, конечно, о Христе Спасителе! Это вопрос другой уже, что очень немногие из этого народа приняли Христа, прочие отвергли! Ну, что делать? Мой пьяница потом запил, конечно! Сделал в печку! Но он был! Был моим избранником! Был! Слышите? Был! И всё! Своё дело сделал! Так и здесь то же самое! Еврейский народ сохранил! Да! Господь видел это его свойства, исключительно среди других народов! Это одно! Второе! Второе! Он дал ему, показал ему! Ведь Господь мог бы уничтожить те народы просто так – уничтожить и всё! Ангелов послал и уничтожил! В Библии, кстати, есть! Нет! Нет! Не ангела послал, а этот народ послал уничтожить другие народы! Почему? Не познает ли он самого себя? Не увидит ли он, на что он способен? Ну, представьте себе, вот сейчас, например, вели бы смертную казнь и сказали бы – вот, нам нужен человек, который будет исполнять смертную казнь! Сто тысяч рублей в месяц! Вы пойдёте? Ой, нет! А в новый – ой, нет! Ну, это – ой, нет! А другой – да, сто тысяч! Давай, давай! Да я за десять готов! Вы слышите? То есть, можно же понять тогда, не опомнится ли, да кто ж ты, если ты согласен быть исполнителем такой вещи! Вот перед чем, оказывается, был поставлен этот народ, как и другие, вы не думайте, только еврейский народ! Смотрите, что французы, наполеоновские войны! Посмотрите, Германия, гитлеровские! Да, Господи! И этих войн несметное число вели, которые все народы! Все ставятся они перед законом совести, что вы делаете над другими людьми! Вот! Поэтому, отвечая на ваш вопрос – да, избран был для конкретного дела! Сделал – спасибо, расплатились! Нет никаких оснований говорить о каком-то дальнейшем! Нет! Способность его видим – верно! И понимаем, почему был избран – верно! Это верно! Но это избрание говорит только о том, для чего было избрано! И это дело совершено! Спаситель пришёл! Спаситель пришёл! Дело своё сделал! Спасибо! Это очень хорошо! Вот так! Вопрос окончен! Вот таким образом! Так! О, с галёрки! Ну-ка, интересно! Я послушаю голос! Так! Ну-ка! Исповедь называют вторым крещением! Что называется? Исповедь называют вторым крещением! А, вторым крещением! В современной практике у нас это, к сожалению, стало как допуском для причастия! В большинстве случаев! Как нужно, как часто исповедоваться? Вообще, как исповедоваться, чтобы не обесценивать таинство? И нужна ли такая привязка, исповеди по причастию? Ну, совсем как у которых думал! Что вы можете сказать? Довольно часто, если кто-то когда-то слушал лекции Осипова, иногда говорят, он там по Союзу говорит, что-то такое... Я его никогда не слушаю! Я его никогда не читаю! Я никогда его не смотрю! Но мне говорят, что будто бы он что-то говорит! И, в частности, об исповеди он такую вещь сказал, мне передают, что очень часто исповедь превращают в отчёт о проделанных грехах! Какая насмешка! Исповедь – это же покаяние! А тут, друг, вместо покаяния – отчёт о проделанных грехах! А чтобы не забыть, листочек напишем! Вот так! А ещё лучше – прям целую книжечку! И самое милое дело – эту книжечку дать батюшке, чтобы он пока... А я пока сбегаю в магазин кое-что! Пока он прочьёт мои грехи! К сожалению, это всё ирония! Но это ирония, которая очень близко соприкасается с реальностью! Действительно часто превращаем исповедь во что? В отчёт! А покаяние? Ну, покаяние... Ну, я же называю! Господь призывает к покаянию, а не просто к называнию! Поэтому уж если говорить об исповеди искренней, то человек может назвать только те вещи, о которых особенно болит душа, а вовсе не о том, чтобы перечислить все свои грехи! Это же может только глупенький человек! Почему? Да ни одной минуты мы не ведём себя так, как надо! Минуты! Значит, что? В часу шестьдесят минут! Шестьдесят грехов! Давай умножаем и так далее! Перечислить все грехи! Надо каяться в том, о чём болит душа, что задела совесть, что действительно вот самое главное! И исповедь тогда займёт всего одну, ну, две, три минутки! Потому что я каюсь, а не отчитываюсь! А вот к нам проникла эта католическая идея! А эта идея в чём состоит? В том, что человек должен назвать все свои грехи, да не просто назвать! Вы вот не представляете, конечно, что это было! Это очень любопытные вещи! Это не просто назвать, а начинается диалог – так, а при каких обстоятельствах? А что при этом ты думала или думал так? А что тот тебе сказал? Начинается вот это испытывание! А знаете, для чего? Потому что в католицизме исповедь всегда и непременно сопрягалась с необходимостью со стороны священника дать человеку, ну, как вам сказать, эпитемию, как мы говорим, но дело не в этом, а в том, что он должен за эти грехи принести соответствующее удовлетворение правосудию Божию! И вот этот, значит, он всё выспрашивает, всё, наконец, взвешивает! Говорит, так, тебе надо сделать сто земных поклонов! Сходить вот такое-то место, внести столько-то, столько-то денег, столько-то поклонов! Только таким образом ты принесёшь соответствующее удовлетворение правосудию Божию за совершенные грехи! Если ты этого не сделаешь, то ты попадёшь... Покаялся? Ладно! А удовлетворение? Нет! Значит, что? Что значит тогда? Вывод! Ты покаялся? Кажется, ты можешь в рай! Но ты не принёс удовлетворения? Значит, тебе в ад! И придумали чистилище – среднее состояние, в котором человек приносит удовлетворение правосудию Божию за всё то, что он не успел сделать земной жизни! Поэтому там исповедь была – это знаете, что такое? Это допрос! Поэтому, когда я говорил вам о духовниках, помните, я сказал? Допрос! А это как? А это что? А с этим что? А это... И идёт! После этого выходит и говорит – это не исповедь, а развращение! Хотя, вы думаете, мало таких случаев? Вот, я бы мог рассказать. Недавно одна женщина подошла в слезах вся. Но я не могу рассказать, потому что это касается живых этих старцев, которые занимаются таким истязанием этой души под видом очищения её. На самом деле, эта бедная женщина, ей уже лет за 60, говорит, бесстыдны, как он смеет мне обращаться ко мне с такими вопросами! А тут глупы! Все надо допытаться! Даже не знают категорическое требование святых отцов! Как только вопрос касается, особенно плотских грехов, никаких деталей! Факт – всё! А тут начинается копание в грязи! Не исключено, что вот эта лжедуховность, она очень часто сопрягается со сладострастием и уже доставляет, видимо, удовольствие под видом строгой исповеди. На самом деле, настоящее сладострастие начинается! Кстати, один из признаков тоже духовника – истинного и ложного! Вот, оказывается, какие вещи! Так что исповедь – очень хорошее дело! То, что у нас сохраняется традиция перед причастием исповеди, я вам скажу, это прекрасно! Это хоть немножечко человека, так сказать, держит в тонусе! На Западе уже её нет! В некоторых странах, я помню, один аспирант мой ко мне подошёл, я не помню, что-то он назвал, какой-то из скандинавских, по-моему, стран, где он служит, и сказал, «Государством запрещена исповедь, поскольку это есть ничто иное, как попытка внедряться в частную жизнь человека!» Не имеете права! Вы слышите, до чего доходит? Борьба идёт против самых таких, вы знаете, основных, что ли я бы сказал, ну, линий духовной жизни – подсечь под корень! Вот до чего дело доходит! Поэтому исповедь, слава Богу, что у нас ещё она есть, только не превращайте её ради Бога в отчёт о проделах на грехах! Нужно называть только самое важное, что считаете необходимым! И ни в коем случае во время исповеди не начинать рассуждений о том, как понять другое! Скажите, можно ли с вами поговорить, если есть какие вопросы потом? Не на исповеди! Потому что, когда начинаются посторонние рассуждения, здесь уже, увы, покаяние улетело! А без покаяния – это уже не исповедь, а карикатура! Карикатура! Никаких посторонних рассуждений! Вот! Три, четыре, пять! Сказали, что мучает! И, простите, действительно грешно! Ну, вот так! Вот кому отдавать предпочтение? О, Боже мой! Я в отчаянии! Ну, давайте, да, всё-таки, ну... Ну, ну, да! Ведает ли Господь нашими судьбами то, что знал ли Он то, что мы будем учиться здесь? Ведь, как-то мы все знаем, преподобному Сергию было видение множества белых птиц, и Глаз сказал то, что это твои ученики. Мы, как-то, тоже его ученики. Ну, нет, не мы, ладно. Многие из твоих великих умов выпущены из этой академии в двадцатом столетии. То есть Господь уже знал, что они будут? Так предопределено ли всё? Ну, никаких предопределений нет, потому что Бог не может коснуться нашей свободы в отношении учеников преподобного Сергия. Да, и действительно они были. Его ученики в то время... В то время мы знаем множество, которые действительно пошли и основали даже монастыри по всей Руси Великой. Но не забудьте ещё в четвёртом столетии, в пятом столетии, в первых столетиях, когда действительно было множество великих святых, они уже предсказывали, что в последнее время практически уже никого не будет. Более того, они сказали – люди будут спасаться, последние люди будут спасаться безропотным терпением скорбей и упованием на Бога. Даже самих подвигов уже мы не встретим. А без подвигов какие святые могут быть? Это так, что это уже... Эти слова были действительно сказаны Духом Божьим, что в последние времена не будет. Об этом пишет апостол Павел уже. Он пишет, какие будут люди. Поэтому в данном случае мы же не от себя это говорим. И когда я вам назвал имена Бринчанинова, Феофана, Феофана, Янгронштадтского, оптинских старцев, они говорят – избавь Бог, чтобы мы говорили! Что вы! Они говорят, что Бога вдохновенных наставников уже нет с восклицательным знаком! Ой, кстати, как возмущаются те, которые мнят себя старцами! Вы себе представить не можете даже! Они прямо с ненавистью Бринчанинова сжечь его надо! Этот истинный монах посмел говорить против состояния духовного состояния монашества в его время! Вы бы только его почитайте, как он писал! Истинный монах, действительно! Слава Богу, что это он говорил! Потому что, если бы я сказал какой-нибудь немонах, а кто-нибудь другой, сказали бы это – я не знаю, что! А здесь действительно говорил! И Феофан Затворник писал то же самое! Истекает поток нектарий... Нет, в арсенофии оптинский говорил так – «Догорают последние агарочки!» Слышите? Но мы им не верим! Нет, старцы! Были, есть и будут! И последним величайшим станет Антихрист! Потому что нам кто нужны? Чудотворцы! А он будет величайшим чудотворцем! Вы слышите? Он будет величайшим чудотворцем! Совершит такие с нами чудеса, что у Ей-ёй скажет – что ваш Иисус? Что он сделал? И посмотрите, что я сделал! Вам сказать что? Вы интересуетесь? Что много он накормил? Пять тысяч? Три тысячи? Я всё человечество накормил! Он освободил человечество от войн? Нет! А я создал единое мировое государство! И войны прекратились! Он ничего не сделал для установления справедливости в мире! А я установил это! Что вы? Это будет негодяй лукавый, который скажет – «Сравните его, этого назоренина, со мной!» И весь мир будет кричать, вся пресса – «Да! Это не человек! Это Бог! Это поистине Бог!» Святые говорят о том, что богодухновенных наставников нет! «Но надо искать разумных, смиренных, не мнящих о себе, знающих святых отцов, а не от себя говорящих, я на тебе венцов не вижу на вас!» Ужас какой! До чего доходят артисты! Артисты! Вот так! Так что мы берём вот как! Не просто общее рассуждение, а у нас есть... Смотрите, какие свидетели, авторитетнейшие свидетели! Поэтому, я думаю, с ними считаться надо! Да, пожалуйста! Ну, давай ты! А то я всё девчонкам – это что такое? Матриархат настоящий! Куда это годится? Сейчас происходит возрождение России, и является Россией избранницей Божьей! Чем является? Избранницей Божьей! Это кто сказал? Нет, кто сказал? Нет, Греция – избранница Божья! Нет, Афон – избранник Божий! Нет, Америка – избранница Божья! Это что такое? Что такое избранница? Опять вы избранницы? Вот вы сейчас избранники! Иуда был избранником! Избранник Божий – избранник! Предал Христа! Будьте осторожны с этим словом! Избранники! Далеко уедем! И второй вопрос! Второй вопрос! Игнатий Причинин говорил, что антихрист появится в России! Как вы относитесь к этому? Нет, не говорил он этого! Он сказал, что наш народ может стать орудием гения из гений! А что в России ли появится – это я не знаю! Но что орудием стать – это он пишет! А для того, чтобы стать его орудием, необязательно антихрист должен появиться в России! Это необязательно! Может, в России! Может, не в России! Но, правда, нигде нет такого ажиотажа, такого ожидания царя, как в России! Царя дай нам! Причём это, видимо, люди, которые никогда не читали, наверное, Библии и, наверное, даже не знают истории о том, как еврейский народ, глядя на другие народы, потребовал себе царя! И что написано? Вы знаете, что написано? И прогневался Бог, и дал им бесноватого Саула! Надо бы всё-таки хоть немножко, но смотреть! Верно, у нас такая есть жажда царя! А если нет – сделаем! Это вопрос очень-очень такой непростой! И я думаю, что поэтому он видел это настроение людей, для которых важна не святость, не верность православию, а титул – царь! Всё! И все падаем в обморок! Стоит только назвать! Да, это искушение очень большое! Да, царская власть – это лучшая власть! Даже сомнений нет! Потому что её нельзя подкупить! В демократии там всё можно – обделать делишки! И выскочить наверх! Но чтобы была настоящая царская власть – о, для этого что нужно? И возможно ли уже это? Это уже другой вопрос!